Антон Павлович Чехов Тот же только что вышел из вагона и был набьючим чемоданами, узлами и картонками, похвативым ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена и высокий киндазист с прищуренным глазом, его сын. Порфирий, ты ли это? — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет? — Батюшки! — изумился тонкий. — Миша, друг детства, откуда ты взялся? Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены. — Милый мой! — начкал тонкий после облобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! — Ну да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! — Ах ты, господи! Ну что же ты, богат? Женат? — Я уже женат, как видишь. Это вот моя жена Луиза, урожденка Иван Цинбах-Лютеранка. А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. — Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились. Нафаил немного подумал и снял шапку. — В гимназии вместе учились, — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябенничать любил. О-хо-хо! Детьми и были. Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена, урожденный Иван Цинбах-Лютеранка. Нафаней немного подумал и спрятался за спину отца. — Ну как живешь, друг? — спросил Солстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Да служился! — Служу, милый мой. Калежским асессорам уже второй год и не слава имею. Жалование плохое, ну да бог с ним. Жена уроки музыки дает. Я портсигары приватные из дерева делаю. Отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому понимаешь уступка. — Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен. Стал начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну а ты как? Небось уже статский, а? — Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал Толстый. — Я уже до тайного дослужился. Две звезды имею. Тонкий вдруг побледнел, окаменел. Но скоро лицо его искривилось в эти стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанел вытянулся во фронт и застегнул все пуговки своего мундира. — Я ваше превосходительство! Очень приятно! Вдруг можно сказать детство, и вдруг вышли такие вельможи. — Ну полно! — поморщился Толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства. — А, к чему тут это чинопочитание? — Помилуйте! — Ну что вы! — захихикал Тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства? Вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой Нафанел, жена Уиза Альютеранка некоторым образом. Толстый хотел было возразить что-то. Но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости, почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. — Хи-хи-хи! Жена улыбнулась, Нафанел шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...